Всем привет, друзья! Меня зовут Николай. Сегодня мы вместе с вами попробуем сок фруктовый сад. Фруктовый сад ананасовый, между прочим. Он представит себя как сок для детей. Соответственно, пить фруктовый сад чудесно, вкусно и полезно. Для здоровья просто клад, наливай фруктовый сад. И написано вот тут даже, вот я первый раз в жизни вижу вот такую штуку на упаковке еды. Информация для родителей. Без красителей, без консервантов, разработанных специально для детей. В общем, куча всякой лапши на уши нам навешали, как обычно. Ну, почему бы и нет? Ладно, это реклама, двигатель прогресса. Соответственно, это нектар ананасового детского питания. Продукт, значит, для... Ну, в общем, это очень правильно, наверное, позиционировать любой продукт. Ну, с точки зрения, чтобы его все покупали. Как для детей, да? То, что если ты как бы продаешь... Все взрослые, они в том числе такой купят, почему? Потому что взрослые считают, ну, детей-то плохому, наверное, не будут, плохим чем-то кормить. В общем, это не очень, наверное, так... Наверное, очень выгодная стратегия в целом, позиционировать любого продукта. Ну, ладно, давайте, в общем-то... Я не знаю, может, он гениальный сок. Сейчас мы это узнаем. Ананасовый сок, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, вода. Вот из чего это все состоит. Объемная доля сока не менее 40%. Ну, 40% в ананасовом соке, это как бы нормально, это хорошо. Произведено ООО Лебедянский. Липецкая область, город Лебедянь, улица Матросово, дом 7. Заходите в гости. Всем привет из города Лебедянь, кокосном. Наверное, очень красивые лебеди, я почти уверен. Вот, в общем-то, это Вимбельдам. И вообще, вот эту упаковку, по крайней мере, вот сзади ее вид, он очень напоминает какой-нибудь сок добрый, признаюсь вам. Вообще, фруктовый сад, это такой один из самых дешевых брендов нашего отечественного соконаливания. Сейчас я открою. У меня руки просто жирные в колбасе. Прошу прощения за такие интимные подробности, но просто я объясню, почему я так долго это все вскрываю. Ну вот. Сейчас я весь обольюсь. Сейчас вы это увидите. Веселье! Нет, смотрите-ка. Ну, в общем-то, бухнули как следует сахаром. Ну, и лимонной кислоты, да-да-да. Вообще, на самом деле, неплохой ананасовый сок. За такие деньги, по крайней мере. Вполне. Знаете, вообще довольно-таки сложно сделать плохой ананасовый сок. Я такие пробовал пару раз. Мне пару раз наливали такие в кафе. Мне такое ощущение было, что туда кто-то, не знаю, затушил бычки. Знаете, такой неприятный, прокисший ананасовый сок. У него становится прикус такой, как будто туда вот затушили бычки сигарет. Вот тут в этом плане, как бы, все хорошо. Сок вкусный. Ну, вот, я ничего не хочу сказать. Вообще, фруктовый сад, как бы, вот другие соки фруктового сада мне не очень. Но ананасовый у них хорошо получается. Ну, не говорю про все, которые я пробовал. Это пробовал, там, апельсиновый. В общем, неплохой сок. Вполне его можно пить. Ну, в принципе, слишком, наверное, сладкий, по мне. Если снизить сахар в два раза, будет лучше. Но в целом, вполне съедобно. Ну что же, уважаемые друзья. Пожалуйста, пишите в свои комментарии, что вы думаете про этот течайший фруктовый сад. Замечательный, прелестный, изумительный. Давайте обсудим фруктовый сад. Обсудим город Лебедянь. И обсудим ананасовый сок. Да, но они слишком сахара бахнули. Ну, пить можно. Не самый плохой сок. Я бы поставил, наверное, в рейтинге ананасовых соков, таких пакетизированных. Где-нибудь в серединке. Так, может быть, чуть-чуть ниже серединки. Ну, нормально. Пительно. С вами был Николай. Пишу, пишите комментарии. Пока. Пока.